Углубленное изучение в нашей стране предметов химия и биология, повышение качества образования и результативности науки в данных направлениях, определены одним из приоритетных задач государственной политики, которые нашли отражение в соответствующем постановлении президента Узбекистана от 13 августа 2020 года. В числе ключевых вопросов, обозначенных документом и проведение международной олимпиады по биологии имени Абу Али Ибн Сино, в состязании в Бухарее объединили свыше 100 учащихся общеобразовательных школ из 19 стран мира. О том, как проходили юноши и девушки, теоретические и практические задания, материал программы. В международной олимпиаде по биологии имени Абу Али Ибн Сино принимает участие 30 команд, в составе которых 120 учащихся из 19 стран мира. Отметим, что она проводится среди юношей и девушек в возрасте от 15 до 18 лет. Для того, чтобы конкурс прошел на высоком уровне, в состав жюри вошли международные и отечественные эксперты с опытом судейства в подобных мероприятиях. Ведь именно на них лежит большая ответственность за беспристрастное определение победителей. В состав жюри вошли пять сильных преподавателей из вузов нашей страны, а также опытные педагоги из Турции, России, Белоруссии, Азербайджана и Кыргызстана. За неделю до начала олимпиады мы собрались все вместе и утвердили буквально каждый вопрос и каждое задание. Поступили предложения от зарубежных участников в следующем году провести международную олимпиаду Абу Али Бен Сино в их стране. И думаю, что через 5-6 лет можно будет смело увидеть рост популярности данного конкурса в международном масштабе. Уровень сложности вопросов очень высокий, но все они основаны на логическом мышлении ребят. Мы постарались внести в вопросник только те темы, которые есть в школьной программе. Проведение данной олимпиады – это большое доверие и внимание со стороны государства нашей молодежи. К тому же это будет способствовать развитию самого предмета биологии. Напомним, что международная олимпиада проводилась в два этапа. Первый – письменная работа, состоящая из 50 заданий разной сложности. На выполнение которых отводилось 3 часа. Второй этап проводился в формате практической работы. Два задания также нужно было выполнить за 3 часа. Максимальная оценка за каждый этап – 100 баллов. Примечательно, что у ребят, приехавших из-за рубежа, была и возможность познакомиться с национальным бухарским колоритом. Для всех участников олимпиады организованы мастер-классы и поездки по достопримечательностям древнего города. Было много заданий. Комплект на 3 часа был в 57 страницах. Было 35 больших, длинных, достаточно интересных вопросов. В основном на логику, понимание каких-то биологических процессов. Задания мне в целом понравились. Бухара – очень красивый город. Мне понравилось здесь. В июне-сентябре планируется также участие наших ребят в пяти престижных международных олимпиадах по математике, экономике и географии.